Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Наша Республика. Главная тема». Напомню, что это совместный проект трех ведущих средств массовой информации. Газеты «Советская Чувашия», «ГТРК Чувашия» и национальные телерадиокомпании «Чувашия». С апреля по август было создано семь телевизионных передач и газетных статей по ключевым вопросам развития экономики и социальной сферы. Вместе с руководителем Республики Михаилом Игнатьевым мы побывали на ряде сельских и промышленных предприятий, транспортных организациях, строительных площадках, спортивных комплексах, театрах, клубах и библиотеках, в десятках трудовых коллективов. Комментарии Михаила Васильевича помогли лучше понять сложившуюся ситуацию в нашем регионе и узнать о планах на завтра. Давайте, пусть бегло, но вспомним то, о чем говорили и что показывали. Полевой стан – сельхозпредприятие «Воддорстрой» Цивильского района. Слой расширяется постоянно. Самая главная работа есть. А, старая. Там и спортзал, и стадионы. Работа здесь у нас. Вовремя платят, устраивают все. Михаил Васильевич, вот таких примеров, как работает ВДС, у нас много в республике? С каждым годом все больше и больше становится. Я тоже слышу, что там земель все больше становится необрабатываемых. Это абсолютно не так. Я это ответственно заявляю. Вот эти земли тоже за моей спиной они не обрабатывались, за спиной механизаторов не обрабатывались. То есть эти федеральные земли, он взял их в аренду. Я помню, три года назад начинал с 500 гектаров. Сегодня у него практически 4000 уже обрабатываемых земель. И он рассчитывает еще объем увеличить. Вот Александр Николаевич сейчас сказал, по району, в Цивильском районе, если раньше процентов 30 земель сельхозназначения не обрабатывалось, сегодня ни одного гектара не обрабатываемых земель нет. Валерий и Вера Никоновы из деревни Янгличи Канарского района и их дети победители республиканского конкурса развития крестьянско-фермерских хозяйств на основе строительства семейной фермы по производству молока. На полученный грант в размере 5 миллионов рублей сельские предприниматели построили вот такую ферму и трудятся, не покладая рук. Все работает. И навозоуборочный транспортер, также работает и холодильник, и молокопровод крутится по круговую. Сейчас мы уже решили довести дойное стадо до 100 голов. Стремление хорошее, только поддерживая. Вы сами уже в этом убеждены, что надо увеличить поголовье. Никто же вас не помуждает на это, так ли? Каждый квадратный метр с потом места нужно использовать все. Амбициозные планы и у переработчиков молока из деревни Новая Изамбаева, Комсомольского района. Созданный здесь Вадимом Агамиряном завод по производству сыра достойный пример возрождения этой отрасли в Чувашии. Мы планируем расширяться, хотим кредит оформить. Ну и надеемся, если, допустим, будет субсидирование, то тем более, как бы, смелее это сделаем, потому что деньги, которые субсидию получим, можем опять впустить в производство. Соответственно, дополнительные уже рабочие места нам потребуются для этого. Для вас рабочие места, для нас, для района, это пополнение доходной части бюджета, потому что налог НДФЛ, он остается в районе. Сам решается сразу несколько проблем, комплекс. Тема создания рабочих мест, подготовки и переподготовки кадров привела нас в Чебоксарский электромеханический колледж, где совместно с работодателями созданы сразу 4 ресурсных центра подготовки технических специалистов. А тот, что оснащен первоклассным оборудованием для создания изделий электроники, появился в стенах колледжа 2 года назад после диалога Михаила Игнатьева с генеральным директором Открытого акционерного общества «ЭЛАРа» Андреем Угловым. Преследуется одна единственная цель, чтобы работодатели с учетом спроса на рынок труда могли получить готовых, способных выпускников, владеющие навыками, определенной практикой. В Чувашии за последние годы реализовано 100 инвестиционных проектов, что позволило создать 12 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Завод «Керамика», входящий в международную компанию «Рока Групп», построен на западной инвестиции. Директор фирмы Антонио Ленаро Снагера и Михаил Игнатьев заинтересованы в продолжении сотрудничества. У людей хорошее настроение, это во-первых. Во-вторых, касаясь темы импортозамещения, то, что они открыли здесь производство, сегодня они по цене проходят на потребительском рынке. Не было бы этого завода, они бы завозили с Испании, с других стран Евросоюза. Это было бы намного дороже. Все вопросы по отчислению налогов, небюджетных источников, они выполняют, тем самым мы пополняем нашу доходную часть. Появились точки роста. В Российской Федерации всего 7 заводов. Я хочу подчеркнуть, 3 завода у этой компании на территории нашей республики. Я полагаю, что в перспективе они реализуют на территории нашей республики еще несколько идей, несколько проектов. О том, на какие большие дела способен малый бизнес, убеждаешься, побывав в научно-производственном предприятии «Спектр». Сергею Михееву удалось сплотить вокруг себя истинных профессионалов, которые производят термостойкие эмали, превосходящие по качеству западные бренды. Будут больше предпринимателей таких, инициативных, с идеями, с проектами, и мы всегда поддерживаем. Если взять цифру оказания государственной финансовой поддержки, за последние годы, буквально за последние 4 года, мы выделили почти 1,5 миллиарда рублей. Малому бизнесу, да, за 5 лет практически, 1,7 миллиарда рублей. Это огромные средства. И я абсолютно уверен в том, что перспектива за развитием малого-среднего предпринимательства. Макроэкономика, крупные заводы, они не совсем гибкие, потому что нам нужны миллиарды рублей на реконструкцию, на модернизацию. Эта махина тяжело крутится. По примеру, допустим, даже возьмем концерно-тракторные заводы. И мы в этом году рассчитываем, что предприниматели по объему производства продукции не будут ниже, чем в прошлом году. Есть еще одна важная задача для экономики Чувашии – использование собственного сырьевого потенциала. И вот один из примеров трудолюбия и упорства. Директор закрытого акционерного общества ТУС Николай Угаслов построил в Красноармейском районе завод «Кетра» по производству высококачественного керамического кирпича. Данный проект был инвестиционно привлекательным. С использованием недр Чувашской республики. Недра, он использует от этого, платит налоги. Завод работает, от этого пополняется доходная часть бюджета. Если мы раньше даже облицовочный кирпич, такие же переключения покупали в Московской области, Нижнем Новгороде, в Республике Татарстан, сегодня это у нас производится. Я задачу поставил максимально, когда качество цена соответствует, покупать у нас. Касаясь данного производства сельской местности, мы это приветствовали, ибо завод находится недалеко от карьеры. Децентрализация производства и создание для молодых людей работе их сельской местности здесь комплексно практически разрешено. И нам надо вот так в дальнейшем планировать. ЗАО «ТУС» – застройщик микрорайона «Университетский-2». И, конечно же, возводит дома из собственного кирпича. По приветствию, по здоровью со всеми. С Москвы начали возвращаться? Вернулись. Приветствую. Теперь здесь же обосновываемся. Последние пять лет, Михаил Васильевич, не ездим никуда. У нас вообще отличная бригада, отличные монолитчики, отличные каменщики. И вообще все отличные. Так вот, значит, отбор получился, естественный отбор, и производительность хорошая, и деньги. 50-60 тысяч здесь заработали. И монолитчики тоже самое. Честно сказал, да, Николай Федорович? Честно. Достойный труд должен хорошо оплачиваться. Касаясь теперь объектов соцкутбита, детсад, школа, стадион. Я просил все строительные организации, те микрорайоны, которые осваиваются, чтобы сами, насколько мы смогли спроектировать, потом построить, но потом выкупим все это дело, соблюдая процедуру публичности, открытости и соблюдая все нормы действующего законодательства. Михаилу Игнатьеву в особую заслугу можно поставить успешное решение проблемы со строительством детских дошкольных учреждений, а также планомерном сокращении числа обманутых дольщиков. Из 11 проблемных домов 9 уже введены в эксплуатацию, оставшиеся 2 введут до конца 2015 года. Эти вопросы у руководителей республики находятся под неусыпным контролем. А этот эпизод снимался возле строящегося детсада на улице Чернышевского в Чебоксарах. Мы в этом году будем вводить 5 детских садов и по графику, по своему рабочему плану я нахожу время для того, чтобы с выезда на месте просто посмотреть, пообщаться с подрядчиками, которые выиграли конкурсы. Ну вот вам сегодня докладывали, что и школа будет рядом строиться здесь, тоже ведь замечательно. Рядом земельный участок в перспективе предназначен для строительства общеобразовательной школы. Мы говорили, я еще раз подтверждаю, что начиная с 2016 года мы начинаем строительство новых современных общеобразовательных школ. А вот то, что вот этот садик появляется в микрорайоне, который был совсем недавно очень проблемным, это так называемая Финская долина, у всех на слуху это тоже ведь здорово, да? Беда была у людей. В этой беде люди один на один не остались. То есть органы власти, мы реагировали, мы вмешивались. Там десятки, десятки совещаний, встреч. Ну, по крайней мере, жителей высказывает слова благодарности. В дополнение к сказанному вот это интервью с Еленой Молодцовой. Она, как и 117 ее соседей из девятиэтажки по улице Эльгера находились в списке обманутых дольщиков. Большое спасибо Михаилу Васильевичу, что вот он все-таки проявил свою этот жесткость в этой позиции. Я потому что участвовала в рабочей группе, видела, как разоседают, как вот заинтересованность руководства в достройке вот этих всех объектов. Строительный комплекс Чувашии занимает лидирующие позиции по вводу жилья на одного жителя в Приволжском федеральном округе. В новые квартиры переехали уже более 10 тысяч человек из аварийных и ветхих строений. Все больше новосельей справляется в молодых семьях. Собственниками квартир становятся сотни детей-сирот. Мы свою государственную принципиальную позицию обозначили. Я прекрасно понимаю, что эти дети, создав свои семьи, по-другому будут поступать в жизни, поступать будут ответственно. Сбылась самая заветная мечта и у Татьяны Григорьевой, которая не удержалась от слез, получая заветные ключи из рук руководителя республики. У каждого человека есть. Все лучше. Побывайте. У меня есть более две. Получить диплом по высшему образованию. Вторая мечта – получить ключи на своей квартире. А это уже ключи от очередной партии автобусов, работающих на газомоторном топливе, экологичном и недорогом. Их Михаил Игнатьев вручал в Чебоксарском пассажирском автотранспортном предприятии «Чуваш Автотранса». Ну что, вы счастливчики, да? Да. Получаете новые автобусы? Приветствую. Приветствую. Ну что, торжественное мероприятие? Какое нам у 140-го? Зеленый. Как зовут? Михаил. Михаил. Давай, работай. Спасибо. На благо пассажиров, на благо жителей Чувашии. Это очень важно. Еще девушки у нас, Михаил Ильич. Ну, а посмотрите, неужели это не дадим? Девушка? Как же вот? Николай Анастасия Юрьевна. Анастасия Юрьевна, рад видеть вас. Поздравляю. Спасибо большое. Вручаем ключи. Вы сколько лет уже? Год слышали. Год слышали. И новый автобус доверили? Да. Это редкий случай. Это по блату? Или как? Нет. Только по работе. Как работает человек? Спасибо большое. Удачи. Побольше пассажиров. Сколько сейчас автобусов вышли? 3-200. 3-200? Ну, самая минимальная цена, которая была. Здесь это представители. Что, добрый день? Я, Дальков Сергеевич. Откуда? Южкоринская патриотная. Южкоринская? Да. А что сюда берегулись? Развалились там. А-а-а. Там теперь все, часть. Государственного общения осталось, да? Ничего не осталось. Это, конечно, до порода времени. Потом придется создавать. Ибо власть, когда не занимается перевозкой пассажиров, это ситуации разные могут возникать. Ну, что я рад, что вы на новом автобусе, что соседние республики приехали, когда на работу мы это приветствуем. Так что пожелаем успехов. Сегодня из воздушной гавани столицы Чувашии можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Самару и Турецкую Анталию. Число рейсов и количество людей, отдающих предпочтение самому быстрому виду транспорта, с 2011 года неуклонно растет. А ведь именно в этом году аэропорт пришлось спасать. Открытое акционерное общество авиалинии Чувашии довели его до банкротства. Мы аэропортовое хозяйство в целом содержим сейчас за счет бюджета республики, через конкурсное производство выкупили конкурсную массу за счет республиканского бюджета, чтобы у нас аэропорт в городе Чебоксары не закрывался. Это влияет на инвестиционную привлекательность целом Чувашской республики. Конечно, в таком виде мы оставаться и сохранять не можем. В принципе, реконструкцию делаем, это недостаточно. Надо будет привлекать частные инвестиции, дальше, привлекая инвестиции, построить новые здания. Огромные средства в последние 4-5 лет вложены в модернизацию театров и районных домов культуры. 1 миллиард 900 миллионов рублей. Техническая оснащенность помогает не только актерам и режиссерам в создании новых сценических постановок, но и дает возможность посещать спектакли людям с ограниченными возможностями. И прежде чем пообщаться с труппой Чувашского академического драматического театра имени Константина Иванова, Михаил Игнатьев посмотрел, что сделано по программе «Доступная среда». Мы вкладываем определенные инвестиции для того, чтобы облик театров менять, капитально их ремонтируем. С одной единственной целью, чтобы и для молодежи это было привлекательно. Сравнивать наши молодые годы с молодежью в сегодняшний период это нельзя и невозможно, потому что все в жизни меняется, все совершенствуется. Мы на другом уровне сегодня оснащаем театры и для того, чтобы было интересно самим зрителям. Мы вложили сюда почти 30 миллионов бюджетных инвестиций. Один из выпусков программы «Наша Республика. Главная тема», а точнее самый первый, «Апрельский», был посвящен развитию физкультуры и спорта в Чувашии. Чебоксары в последние годы стали местом, где проходят состязания ведущих спортсменов не только России, но и мира. В городах и селах растет число приверженцев здорового образа жизни физкультурников. Строятся и уникальные спортивные объекты, к примеру, такие, как региональный центр олимпийской подготовки по велоспорту «Маунтинбайку». Ничем иным, как высоким кредитом доверия центральной власти к руководству Чувашии, нельзя объяснить и выделение 156 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство конно-спортивного комплекса в Новочебоксарске. У Михаила Игнатьева он вызвал ностальгические воспоминания. Когда во время каникул работали в полевых условиях, там сены когда заготавливать, коней тогда не хватало, и принцип такой был состязательности. Кто коня запрягал, работал на лошади, это рабочие лошади были, тот считался определенным уровнем доверия и уважения среди селян, среди населения и среди девушек. Мы сахаром гормили, сами не ели. Это было интересное время на таке. В перспективе мы будем здесь развивать вообще пятиборья. И задача наша стоит, чтобы наши вот эти молодые люди, занимаясь данным видом спорта, попали в сборную команды Российской Федерации. В 2020 году Олимпиаду будет проходить в Токио, в Японии. И Министерство спорта Российской Федерации, министр спорта в прошлом году был здесь. Перед нами поставил задачу. Имея вот это прекрасное спортивное сооружение, вид спорта, конкурс включен в олимпийский вид спорта, чтобы мы могли занять достойные места. А это еще одна гордость Чувашии – крытый легкоатлетический манеж. Его облюбовали и именитые мастера, и те, кто делает только первые шаги в спорте. Зал всегда полон. Скажи, я самый сильный? Я самый смелый? Вот с такой установкой надо подходить к преодолению планок, поднятых на новую высоту. Когда я вступил в должность президента Чувашской Республики, наши спортсмены, даже олимпийские чемпионы, чемпионы разных уровней задавали вопрос, ну, постройте какой-нибудь обег. Бегаем под открытым небом и зимой, и летом, и весной, и осенью. Их просьбы, можно сказать, мы притворили в реальность. Данный легкоатлетический манеж на сегодняшний день не уступает мировым аналогам. Я считал и считаю, что кто занимается физической культурой и спортом для себя, он всегда эффективный человек. Мечта какая? Олимпийским чемпионом. Стать? Да. Олимпийским чемпионом. Тоже такая мечта есть? Все, давайте, значит. Вот это, конечно, очень здорово, что вы сами для себя ставите такую цель. Сегодня 150 спортсменов Чувашии входит в состав сборных команд России. Похоже, эта цифра будет только расти, как и показатели в других отраслях экономики и социальной сферы. Для этого есть все основания. На сегодня это все, но проект продолжается. И в очередном выпуске программы «Наша Республика. Главная тема» вновь прозвучит информация из первых уст. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова